Ах, эти тучи голубого напоминают море, напоминают старый дом, где хужат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня, глядя на радостные лица молодых, он с удовольствием вспоминает свои школьные годы, проведенные в белорусской столице, друзей и то, как услышал самое страшное слово в своей жизни. Началась война. В 12 часов мы собирались пойти на открытие Комсомольского озера. Поскольку ночь не спал, я попозже лежал. Пришел ко мне школьный товарищ, говорит, поднимайся, пойдем. В это время по радио передают сообщение, что через несколько минут будет передано важное сообщение. А еще товарищ говорит, давай послушаем это важное сообщение и пойдем. Ну, а важное сообщение это было выступление главы правительства Молотова тогдашнего, что началась война. Сегодня на сцене все практически так, как тогда, более 70 лет назад, с улыбкой говорит Аркадий Моисеевич. Девушки в платьях эпохи 40-х, гармонь, знаменитые фронтовые песни. Все это сопровождало быт советских солдат. А потому возвращение к пережитому вновь и вновь заставляет биться еще сильнее сердце ветерана. Во фронте еще у меня было дополнительное поручение. Дополнительное поручение такое. Я сам по своей инициативе стал писать заметки в армейскую дивизионную газету. А товарищ, короткие такие сообщения, вот, то, что в пределах возможного, то, что разрешалось. Я писал их, и политработники на это обратили внимание, вот, и поручили мне такую довольно печальную миссию писать письма родным и близким, что погиб на фронте. И вот я выполнял. Это была очень трудная миссия, поскольку трудно было подобрать слова, я бы и сейчас не подобрал, чтобы успокоить мать потерявшего сына. Конечно же, с особым трепетом лицеисты ожидали встречи с самим Аркадием Моисеевичем Бляхером. Вспоминая о войне, как и многие его товарищи, Аркадий Моисеевич не любит говорить о том страшном и ужасном, что пришлось пережить ему тогда, молодому бойцу. Но часто повторяет, война научила нас видеть радость и ценить каждый прожитый миг. Война, она осталась уже на память на всю жизнь. Все эти события, вот, особенно обостряется память, это Дни Победы, когда празднует. Вот это точно, смотрел по телевидению, бессмертный полк, когда шли с портретами. Ну, скажу, что даже прослезился, настолько это было трогательно, что вот эта память о тех погибших. В моей семье есть погибший, погиб муж моей сестры, так и не вернулся с фронта. А я его 22 июня провожал, провожал, значит, военкомат, вот, ну и тогда не предполагал, что это последняя наша встреча. Завершил большое мероприятие, конечно же, гимн жизни, миру и свету. Все участники хором исполнили лучшие песни военных лет. Это День Победы, город вам пропад, это праздник с ледяною на висках, это радость со следами на глазах. День Победы, День Победы. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, Буктове.